Знакомьтесь, это Жорик. Родом он из Западной Африки, но сейчас живет у нас, в семейном центре развлечений «Фокус-покус». Как зеленая мартышка оказалась в России за много тысяч километров от дома, история умалчивает. Не смог этого объяснить и бывший владелец животного, мужчина без документов, который попался на глаза полицейским из Вознесенского. Только кличку назвал. Надо отдать должное стражам правопорядка. Они оказались порядочными и отзывчивыми людьми. Могли ведь и отмахнуться. Ну подумаешь, мужик зимой по поселку с обезьяной на поводке идет. Но нет. Подошли, пообщались, предложили передать примата в более подходящее место. Обзвонили всех, кого могли. И получив отказ в Нижегородском зоопарке Лимпопу, каким-то чудом нашли номер хозяйки Саровского центра семейных развлечений Натальи Чиркиной. Моя первая реакция какая была? Это молчание, взгляд на мужа и его ответ. Ну куда ж его? Конечно, домой. Выделили в квартире ему местечко. Первое, что заметили, он два дня прятался под батареей. Видимо, отогревался. Был на поводке. И поводок, что интересно, не давал трогать. То есть это его вещь, его собственность. Придя в себя, Жорик начал изучать новый дом. Облазил все подоконники, познакомился с морской свинкой и потихоньку стал проникаться доверием к новым хозяевам. Позволил снять с себя поводок и начал давать гладить. Через некоторое время мартышку показали ветеринару. Взяли все необходимые анализы, сделали прививку и выдали паспорт. Так что Жорик больше не бомж. Перед тем, как принять у себя необычного постояльца, Наталья вместе с супругом внимательно изучила всю имеющуюся в интернете информацию. О том, как завоевать расположение зверя. Ответ был на удивление прост и в равной степени подошел бы к любому человеку. Уважением, терпением и лаской. Не зря ведь говорят, что доброе слово и железные ворота открывает. Главное на первое время это не давать ему стрессовать. То есть мы выделили место. Он это место очень четко понял. И он это место и воспринимал как защиту. И разговаривали с ним только ласково, только хорошими словами. Что бы он ни натворил, как бы он там не напачкал, не сломал что-либо. После домашней акклиматизации мартышка переехала в вольер, где ее и можно увидеть. Очень любит фрукты. Мы вот пришли на съемку с мандарином. Новый год все-таки недавно встретили. Уважает йогурт, который, к слову, с легкостью может открыть. И обожает макароны. Наверное, отголосок прошлой жизни. Она, по словам Натальи, скорее всего, была как-то связана с фотобизнесом. Жорик совершенно не боится камеры и телефонов. Глядь, людей не прячется. Абсолютно адекватно. Абсолютно. Как только видит, что к ней подходит с баночками, он этот корм видит, он даже сверху спускается, подходит, садится и ждет, когда ему дадут. Характер у Жорика покладистый. Он, конечно, не любит, когда нарушает его личное пространство, но все протесты выражает исключительно вербально. Не прибегая к рука и зубоприкладству. Чтобы его не сердить, достаточно придерживаться простых и понятных правил. Категорически нельзя повышать голос именно со сменой интонации в сторону повышения интонации, вот агрессии какой-то. Ни в коем случае нельзя показывать оскал, то есть зубы. Даже если ты смеешься, улыбаешься достаточно широко, нельзя показывать зубы. Вот эта вот импульсивность. Он воспринимает это как позу агрессии. И сам начинает показывать, что ему это не нравится. Наталья опасалась, что решение взять Жорика вызовет массу негативных комментариев, домыслов и предрассудков. Люди часто делают вывод, совершенно не разобравшись в вопросе. Но действительность ее приятно удивила. В связи с нашей ситуацией мы не знали, как вообще реагировать, как, что, чего. Но горожане нас очень порадовали. Они поддержали нас в этой ситуации. Приносили нам разные вкусняшки, йогурты, бананы, фрукты, игрушки свои отдавали. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.